ДИМАШЕС СОС Это выступление Димаша и Шанте. Я здесь не принимаю чью-то сторону. Мне нравятся оба артиста. Я только узнал Димаша, но Шанте я знаю уже давно. Поэтому у меня предвзятое мнение. Я уважаю всех артистов, потому что я сам артист. И большинство из вас спросило СОС много-много раз. Так что давайте начнем. О, классно, субтитры. Хорошо. Только почему это выглядит, как кто возьмет миллион? Давайте продолжим. ДИМАШЕС СОС Моё первое впечатление, вот эта нежность в его голосе резонирует со мной. Это как колыбельная, такая невесомая. Он буквально переходит от самого дна своего регистра до самой вершины. Это, конечно, не те ноты. Я про то, что он так глубоко уходит в резонанс и проходит весь этот путь с грудного в головной голос. И это вам не фунт изюма. Как вы видите, я пытаюсь повторить его звучание. Я делаю это, чтобы понять. И он так красиво это воспроизводит. Хорошо, ребята. До меня дошло. В одну минуту вы думаете, что слушаете призрак оперы, а в следующую минуту вы слышите настоящий оперный голос, который может быть мужским или женским. У него очень андрогенный тон. Я даже не знаю, это и есть его вершина? Многие из вас написали, что его диапазон 8 октав. Мне остается только смириться с этим фактом. Субтитры создавал DimaTorzok Уже только после этого видео я становлюсь Диэр. Вы же так называете себя? Для тех, кто впервые слушает Димаша, его фанаты называют себя Диэрс. Меня бесит то, как легко это им удается. Он как будто живет там наверху. Он как небожитель. Я вам хочу сказать кое-что о себе. Когда-то я проходил прослушивание на Король Лев, и я был кандидатом на роль Симбы. Я был тогда немного моложе. И там есть одна нота, которая звучала в одной из песен, и там нужно было держать ее. Вроде бы это была нота Ля, если я не ошибаюсь. В общем, нужно было долго держать эту ноту. И поскольку я бодитон, у меня это не получилось. Он бы сделал это с легкостью. Пой гитара, пой. Хочу сказать, что мне нравится постановка. И я обожаю, как перкуссионист работает шейкером. Моя мама перкуссионистка. Это всегда возвращает меня в мое детство. Нет, сэр. Нет уж. Вы реально собираетесь это сделать? Я даже представить не могу. Он перешел с этого R&B. Вот это. Чего? Да он безумец. Сумасшедший. Это не ревербация. Это не ревербация. Это напоминает мне о наподистой силе. В песнях, которые были в начале 90-х. Это такой мягкий альтернативный рок. Балдею от такого. Может быть, вы слышали мою песню. Там такой же вайб. В общем, это чисто моя тема. Я даже не знал, что он на такое способен. Ведь я впервые услышал его в R&B дуэте. Я здесь слышу столько модуляций, что у меня голова кругом. Боже мой. Давайте вернемся немного назад. Там вроде было целых три модуляции. Вот с ним бы я пошел в разведку. Вот бы спеть вместе с ним. Просто посмотреть, до чего он дойдет. Мать мою барабанщицу. Вот эти мельчайшие тонкости, которые он добавляет. Вы знаете, как они действуют на меня? Как на слушателя и зрителя. Он точно знает, как вознести нас до небес. Но потом, когда делает вот так, он опускает нас на землю и дает нам оклематься. А потом опять по-живому бьет самую точку. Я думаю, все дело в балансе. Вот что находит отклик у людей. Есть же много людей в мире с огромными диапазонами, но у них нет баланса вокальной техники. И они просто не знают свой голос. Ведь для этого нужно много лет практики. Красивейшее дыхание. Прекрасно. Какой снимок сверху. Ну, ладненько. Это того стоило. Еще как стоило. Димаш, надеюсь, я произношу твое имя правильно. Ты чудо. И я был бы безмерно рад как-нибудь пересечься с тобой и чисто как музыкант музыканту сказать «Спасибо тебе за твой вклад в музыку». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok